Песня Символ веры Символ веры Велика также роль и прихожан Всегда готовых помочь брату или сестре Подсказать Поэтому так важно, чтобы количество храмов умножалось И росло число прихожан Еще один храм заложили этой осенью В металлургическом районе Челябинска В честь святителя Луки Крымского К этой строительной площадке у челябинцев Интерес особый Меньше чем через год Здесь на территории 6-й городской клинической больницы Появится новый православный храм Это нужно и больным Это нужно и нашему коллективу И врачи, и сестры Будут добрее Будут чувствовать тот грустный, который на них лежит И мы нередко привозим к тяжелым больным Служителей церкви Чтобы облегчить их страдания Помочь излечиться А сейчас у нас в больнице будет свой храм Для строительства храмов Было выбрано самое высокое место медгородка Рядом с хирургическим корпусом То, что храм будет на территории больницы В шаговой доступности от таких серьезных отделений Онкология, и хирургия, и ожоговый центр Это, конечно, большое подспорье всем И близким, которые могут прийти помолиться И самим больным Ну и, конечно, если Господь так уж сложится Что человек отойдет в мир и мой То здесь будет замечательное место Где можно будет отпевать И провожать православных христиан достойно Строительные работы начались этим летом Деньги на строительство собирают всем миром Пожертвования носят депутаты, медики И пациенты больницы Посильную помощь оказывают простые горожане По кирпичику вкладывая в благое дело Господи, это такое счастье Даже не выс... Просто одна отрада Больше нам некуда Обратиться где-то, помочь А сюда придешь Как-то, знаете, на душе Прекрасно Сегодня полностью готов цокольный этаж здания Где расположатся технические и служебные помещения храма Новый этап строительства начнется после церемонии освящения закладного камня В честь святителя Луки Крымского Которую совершил митрополит Никодим Кстати, имя нового храма выбрано не случайно Архиепископ Лука, прославленный в чине исповедников российских 20 века Прошедший тюрьмы и ссылки, истязания в застенках Был гениальным хирургом и автором известного труда Очерки гнойной хирургии За который в свое время даже удостоился сталинской премии При этом святитель Лука всегда оставался быть архиереем И когда начинал любую операцию, прежде всего сам молился Богу Благословлял того человека, над которым происходила операция И всегда требовал, чтобы в операционной был образ спасителя Божьей Матери Храм святителя Луки Крымского займет территорию 300 квадратных метров И сможет вместить одновременно до 200 прихожан По своей архитектуре это будет уникальное для Челябинска здание В старорусском стиле Маленькая копия Псковского храма Потому что у нас церковь, храм-то небольшой на территории больницы Как и все псковские храмы Это будет белый храм Белый храм Декора будет минимум Но в то же время элементы Окна там арочные и так далее Вокруг нового храма будет разбит сквер А на фоне зелени большой купол здания Будет служить архитектурным завершением улицы Социалистической Где расположен главный храм металлургического района Великомученика Георгия Победоносца Храм в честь святителя Луки Крымского Станет третьим в Челябинске открытым при лечебном учреждении Недавно отдельным приходом стала церковь в честь иконы Божьей Матери Неупиваемая чаша Пригорбольница номер 9 в Ленинском районе На территории первой городской больницы в Советском районе Действует храм в честь иконы Божьей Матери Нечаянная радость Отношение к усопшим важный аспект человеческой жизни В этой сфере, к сожалению, даже среди людей верующих Существует множество предубеждений и предрассудков Поэтому особенно важны основанные на православном предании и традиции Авторитетные суждения и оценки На вопросы телезрителей на эту тему Ответил митрополит Челябинский и златоустовский Никодим Радоница день особого поминовения усопших Праздник отмечается во вторник второй недели после Пасхи На так называемой неделе Фомы Корнями он уходит в первые века христианства Само время праздника, сразу после Светлой Седмицы Настраивает на радостный лад Не время углубляться в переживания о смерти близких Время радоваться их рождению в жизнь вечную Часто, однако, мы сталкиваемся с тем Что ни пасхальной радости, ни обычной человеческой скорби На кладбищах наших не видно И в Радоницу, и прочие дни поминовения усопших Близких поминают спиртным Закусывают на могилах, рассыпают пищу Это ли нужно душам тех, кто оставил земную юдоль? К сожалению, многие люди не воцерковлены Называют себя православными Говорят о том, что да, надо сходить, помянуть Но утеривают смысл поминовения На первом месте становится принести цветы Сказать какой-то тост, к сожалению Налить что-то такое, хлебушка поставить куда-то Ещё что-то сделать такое А ведь самое главное — это молитва Молитва не просто на кладбище А молитва прежде всего церковная И именно в церковь прежде всего в этот день надо идти Именно там помолиться за своих усопших Поставить свечку, подать записку После божественной тургии с панихидой Пойти уже на кладбище и там помолиться Всё остальное — это ничто Я думаю, что многие не знают, как себя вести Лишь только потому, что в течение многих десятилетий Общество делали безрелигиозно Это последствия Много таких последствий унаследовало наше общество От советских времён Одно из них — беспечное отношение к абортам Грех в те годы трактовался своеобразно И считался понятием устаревшим Аборты были поставлены на поток Финансировались государством И сегодня, к сожалению, мало что изменилось Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Выступая в начале этого года в Государственной Думе Предложил депутатам внести изменения в законодательство Которые запретили бы оплачивать за счёт бюджета Операции по искусственному прерыванию беременности Аборты в России делаются за счёт бюджета То есть за счёт тех денежных средств Которые идут от моей От других зарплат Получается, мы оплачиваем грех Я, например, как гражданин Российской Федерации В этом участвовать не хочу И множество, множество миллионов людей Не хотят участвовать в этом грехе Лучше за счёт этих бюджетных отчислений Создавать условия для этих несчастных женщин Чтобы они сохранили ребёнка Помочь им Ведь, как правило, если человек решается на убийство своего ребёнка Что-то под этим лежит Может быть, какая-то неустроенность семейная Боязнь Какие-либо ещё вопросы Вот лучше помочь им разрешить эти вопросы Чтобы был ребёнок сохранён Также, те деньги, которые из бюджета идут на оплату абортов Может быть, было бы хорошо направить на то Чтобы помочь больным детям Больным людям Значимый критерий здоровья общества Отношение к детям и старикам Не менее важный Отношение к усопшим Ведь это не просто дань памяти Понимание того, что перешедшие в мир иной наши близкие живы Даётся порой непросто И требует живой веры Без неё трудно, однако, с должным уважением Относиться и к местам захоронений Между тем, нередко городские улицы, площади и бульвары Располагаются там, где раньше были кладбища Где покоится прах наших предков Конечно же, к любому месту упокоения Наших близких, наших сродственников Наших собратьев по вере Надо относиться с определённым благоговением И не важно, когда эти люди были похоронены Сколько десятков лет, а может быть, веков тому назад И если на этом месте начинают строить дом Или проводить какие-то строительные работы То, конечно, лучше приложить определённые усилия Чтобы оставить место захоронения в покое Было бы очень хорошо, если бы люди, знающие Где находятся места захоронения Всё-таки нашли бы себе возможность Обсудить этот вопрос И поставить там поклонный крест Ведь бывает так, что со всего кладбища снесены кресты И там разбили уже парк Но поставить крест, чтобы можно было прийти Помолиться у покаяния тех, кто здесь в этой земле захоронен Я думаю, это то, что свидетельствует О определённом духовно-нравственном уровне христианина Дух века сего пытается распространить своё влияние И за пределы земного бытия Чеславится роскошью погребений Престижностью места захоронения Глубоко чуждо христианскому духу Между тем, мода распространилась сегодня И на способ погребения Хотя можно ли назвать погребением кремацию Тело усопшего предают не земле, но огню Как относится к этому православная церковь? Всё-таки церковные традиции Это захоронение тела человека в земле Предание о земле У нас нет такой традиции, чтобы сжигать тело Нет А поэтому и православная церковь, и христиане Придерживаются общего мнения О необходимости своего захоронения Землю Конечно, бывают исключительные случаи Когда человек, например, умер очень далеко Скажем, где-нибудь на крайнем севере И нет возможности ни финансовых, ни каких-либо ещё Перевести тело человека для сохранения Скажем, близко к тому месту, где живут его родители, родственники Но только тогда, как исключительный случай Это спускается, что вот такая необходимость Кремировать тело человека И всё равно по православному опряду Его отпеть и похоронить Но это, говорю, чрезвычайное отступление А так, конечно же, так, как и заповедовала церковь Хоронить людей в земле Так, как это было исконим Никакие изменения здесь не допустим Милые люди Я искренне от всего сердца желаю каждому Телесного и духовного здравия И земного долголетия Давайте будем стремиться жить Друг для друга, милые люди Не жалейте себя Не жалейте себя Не жалейте себя Для других вы себя не жалейте Если у вас есть нужда Отдавайте себя И о ближнем с любовью радейте Ведь спаситель себя Ведь спаситель себя за нас грешных отдал На распятие ничуть не жалея Без греха на кресте терпеливо страдал Так и вы Отдавайтесь смелее Не жалея себя тем, кого вы нужны Даже душу свою полагайте Духом злобы страшны Духом злобы страшны Эти действия ваши Вы знаете Не жалейте себя Всех любите вокруг Не гасите святого желания А сеять пусть вас Свет Тресолнечный круг В благодарность за ваши старания Не жалейте себя Не жалейте себя Для других вы себя не жалейте Если у вас есть нужда Отдавайте себя И о ближнем с любовью радейте Радость жить для других И для Бога всегда Вас наполнит в душе ликованием Не жалейте себя Не жалейте себя Приложите к спасению Старания На этом мы прощаемся с вами Дорогие братья и сестры Храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok